Время новостей Татарстана. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот о чем пойдет речь. Озера сохранят, новые дороги построят. Как изменится Казань по новому генплану. Детали сегодня раскрыли журналистам. Об этом Анна Городнова. По образу и подобию. Начало с самой ответственной счастью. На какой стадии воссоздание собора Казанской иконы Божьей Матери узнал Дмитрий Иринин. Матрешка Шалунья. Красиво. С юмором. А что это такое красное? За мнением казанцев и на поиски неоднозначного сувенира отправилась Лина Зинатулина. Суперкубок России покорен. На очереди бронзочемпионата. Казань не даром является. Столицей спорта. О том, как победители чествовали в Кремле, Алмаз Гафиатов. Точкой роста республики были и будут химия и нефтехимия. У нас большие программы дальнейшего развития, сказал сегодня Рустам Маниханов. Он приехал в Нижнекамск, чтобы поздравить химиков Татарстана с профессиональным праздником. Президент отметил, сделанное на этом поприще ветеранами грандиозно, а то, что предстоит, еще масштабнее. 14% продукции нефтехимии России сделано в Татарстане. О людях и проектах, питающих республику позитивом, Радик Фархолин. Шибким азотом, температура тепения минус 0,6 градусов. Химические опыты, продукция, макеты крупных предприятий. Все это сегодня не на работе, а на празднике показали химики Татарстана. Вежет Татарстана, присутствует, потеряем. Прибыль маловат. Прибыль маловат. Будем стараться. Сейчас нефтехимия Татарстана это почти 100-тысячная армия работников Нижникамс-Нефтехима, Казань-Оргсинтеза, Танека, Таиф-НК и двух десятков бюджета и градообразующих компаний. Так, продукции Нижникамс-Нефтехима, входящего в группу компаний Таиф, продается более 50 стран мира. Татарстан лидер по производству полиэтилена, полистирола, каучуков и шин для грузовых автомобилей. Почти каждый седьмой российский продукт нефтехимии сделан в Татарстане. Я работала замечательно людьми, это как Бурганов, Токмаков, Жуков. Поэтому это школа жизни. Воспоминания нашей молодости, как мы строили, как начиналась химия. Мы, считай, самым обручным здесь работаем. Уважаемые химики, нефтехимики, нефтехрорабочики. Поздравляя несколько поколений работников нефтехимии, Рустам Иниханов отметил, это отрасль опорная точка республики. Ее продукты высокотехнологичны и конкурентны не только в стране, но и в мире. Сегодня и из средней дальней перспективы, точка роста республики, это химия и нефтехимия. Поэтому мы искренне благодарим вас за ту работу, которую вы проводите, за ваш вклад в развитие нашей республики, нашей страны. И хотим пожелать вам дальнейшего просветания. Вместе с вами мы рядом. И рамка с праздником. Успех отрасли нефтехимии, это и социальная стабильность населения, строительство новых домов, благоустройство парков и благотворительность. Наиболее отличившимся работникам вручили сегодня государственные и ведомственные награды. С музыкальным поздравлением для нижнекамцев и приехавших нефтехимиков со всего Татарстана выступил известный гость Валерий Сюткин. Так награды, поздравления, песни и танцы в честь химиков Татарстана сегодня длились более двух часов. Радик Фархулин, Дмитрий Аринин, Шатаюпов, Рамиль Закеев, Светлана Шумкова, Евгений Лызаев, ТНВ Нижнекамск. Подарок химикам преподнес и клуб «Синтез». Казанские ватерполисты выиграли суперкубок страны. Сегодня их честовал Рустам Мениханов. Репортаж из Кремля в финале выпуска. А мы продолжим. Акцизы на бензин могут снизить с 1 июля. Правительство поручило Минфину России проработать данный вопрос. Как считают в антивонопольной службе, это позволит сдержать рост цен на внутреннем рынке, сообщает ТАСС. Акцизы на бензин могут снизиться на 3000 рублей за тонну. Напомним, цены на бензин растут с января. Сейчас литр 92 марки стоит порядка 40. Челминские автомобилисты. Дома в казанском поселке Сосновка не будут сносить из-за строительства автомагистрали. Об этом сегодня заявили разработчики нового генплана столицы. Что касается больших клыков и карьера, там снос все-таки будет. Изменят прописку и пороховой завод. Детали генплана раскроет Анна Граднова. Вот это вот новая застройка на улице Гаврилова. На карте будущий жилой комплекс, показывает разработчик генплана. Он появится на месте здания Визического университета на улице Гаврилова. Застройщик уже обнес территорию забором. Экологи были против, но к компромиссу пришли. Площадь под жилищное строительство существенно сократили. Помимо жилой застройки, здесь на берегу казанки появится и парковая зона. Пойма реки сохранится. А вместе с ней откроют и водные маршруты. Отсюда до Голубых озер уже к 2025 году. Зона природно-рекреационная, порядка 55 гектаров, которая работает на население кварталов. Самый обсуждаемый вопрос на встрече, удастся ли пойти в обход поселка в пристроительстве новой трассы. После бурных обсуждений встреч с авиазаводом дорогу все-таки проложат в обход Сосновки. А вот в Больших Клыках и Карьере дома снести придется. От участка, который попадает в территорию Карьеры, мы не можем идти и отказаться от этой дороги не можем. Поэтому, да, часть, несколько живых домов там придут под снос. Соответствующая компенсация, она рассчитывается в уровне личных условий. Численность населения Казани к 2035 году будет почти полтора миллиона человек. Новые цифры требуют новых темпов жилищного строительства. Вся восточная периферия города пойдет под застройку, в том числе и артсклады. А вот пороховой завод перенесут. Куда архитекторы не уточняют. Жилая застройка там невозможна. Это не только из-за того, что там, конечно, есть определенные требования по рекультивации земель и так далее. Это понятно совершенно. Но также жилая застройка и уже и не впишется в нашу существующую, даже планируемую задолго дорожную сеть. Поэтому предполагается, что это будет не жилая застройка. Возможно, это будут какие-то, не знаю, новые технологии. Может быть, технопарки, может быть, технопарки. Казанцев призывают обсудить генплан на публичных служениях и внести свои пожелания. Поменьше сносить старого, чтобы старина у нас все-таки была в городе. Зелени не хватает, потому что дома, дома кругом. Дороги надо вокруг домов сейчас вот все делать, чтобы люди вот так не спотыкались. Публичные служения в столице начнутся с 29 мая. Продлятся они до 6 июня. Подробные адреса встреч можно узнать на сайте исполкома. Анна Городнова, Андрес Интальцев, ТНВ, Казань. В ближайшей перспективе Казань вновь обретет собор казанской иконы Божьей Матери. Осталось ждать всего полгода. Ориентировочные сроки сегодня озвучили на выездном совещании. Специалисты уже обсуждают новый этап работ – отделку и оформление храма. Когда на куполах появятся кресты, узнал Дмитрий Аринин. Один из гостей говорит, надо же, а, старину умели делать. Такая новизна, неотличимая от старины, появилась в пещерном храме собора казанской иконы Божьей Матери. И здесь, как и во всем здании, строители свое дело почти сделали. Дальше действовать будут отделочники и декораторы. Сейчас вот этот период летний нам надо использовать сполна. Почему? Потому что это связано с отделкой. Представит большая работа, но сегодня этапно мы определяемся, что началась самая ответственная часть пополнения самых тонких работ. Внутреннее убранство храма хотят сделать, как в исторической постройке XVI века. Элементы декора воссоздают по архивным фотографиям. Что касается Брама, то Брама выбирался именно тот, который был и по цветам, и по качеству, и даже по месту происхождения. Здесь была Греция и Италия. Воссоздание собора казанской иконы Божьей Матери началось по указу президента Татарстана. Работы стартовали в 2016 году. После воссоздания храма Христа Спасителя в Москве, это второй объект такого значения мирового, и который ведется на таком высоком уровне. Ориентировочная отделка и оформление собора займут около полугода. А уже гостей футбольного мундиаля собор должен встретить с крестами на куполах. Дмитрий Айрин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Волга должна быть чище. С таким призывом сегодня на берег реки отправились сотни волонтеров и экологов. Теперь Казанский пляж Локомотив к открытию сезона готов. За час здесь собрали и вывезли большой контейнер мусора. Для экспертизы взяли пробу воды. Напомним, на прошлой неделе подобная акция прошла на берегу Казанки. Здесь также брали пробу воды. Оказалось, что она соответствует санитарным нормам. Чтобы большинство или все, как задача максимум, места массового пребывания у людей, пляжи, парки были в хорошем состоянии, тем более в преддверии больших спортивных мировых событий. У них своя Волга с маленькими карасями. Вопрос с подтоплением участков в садовом товариществе Шинник. Нижнекамска сдвинулся с мертвой точки. Напомним, месяц назад мы рассказывали о том, как вода разлилась на огородах. Сегодня специальная комиссия обследовала близлежащие коллекторы. Что они выяснили, об этом далее. Караси – новые обитатели садовых участков Нижнекамска. Рыбы плавают прямо в огороде, хотя таковым его тоже уже не назовешь. Скорее пруд, а у кого-то болото. Вода до конца не уходит. 15 садоводов в этом году останутся без урожая. С каждым дождливым днем пострадавших становятся все больше. Экологи, архитекторы и лесники. Специальная комиссия выехала обследовать коллекторы. Это городской ливневый коллектор. Сюда вода попадает и из новых микрорайонов. На других колодцах такая же картина. Напор уходит в лес. По склону спускается к садовому товариществу. Земля не впитывает. Ливневые стоки стекают в озеро около дач. В дождливую погоду все разливается. Предварительно это ливневые стоки. С города поступает большой объем ливневых стоков. Вопрос улавливания которых нам нужно будет решить. Сегодня мы встретились с одной из проектных организаций нашей республики. Организация с именем. Очень большой опыт работы с гидротехническими сооружениями имеет. Провели первое комиссионное обследование. Сейчас будем ждать информацию, требуемую для начала работы. Будем рассматривать возможность решения данного вопроса. Проблема ясна и главное ее начали решать. В ближайшее время экологи возьмут пробы воды для анализа. Затем к работам подключится Казанская проектная организация. Ради Фархульна, Алина Бережна, Аусу Арсланова, Евгений Лызаев. ТНВ Нижнекамск. Кадры из Татарстана будут сдавать экзамены в формате WorldSkills. Об этом сегодня журналистам рассказали в Казани. Демонстрационные экзамены выпускникам предстоит сдавать в специальных центрах. Они расположены в крупнейших учебных заведениях. К этому году экзамен по новым стандартам сдадут почти 1300 студентов с СУЗов. Прошедшее аттестационное испытание в формате демо-экзамена получает документ, подтверждающий уровень профессиональной компетенции. Так называемый SKILLS-паспорт или паспорт компетенции. Одновременно эти данные вносятся в систему ЕСИМ и предоставляются доступ к этой системе работодателям, которые заинтересованы в подборе кадров. Вы смотрите новости Татарстана и вот о чем далее. Матрешка Шалунья Красиво С юмором А что это такое красное? За мнением казанцев и на поиски неоднозначного сувенира отправилась Лена Зинатольевна. Суперкубок России покорен на очереди бронзочемпионата. Казань не даром является столицей спорта. О том, как победители чествовали в Кремле, Алмаз Гафиатов. Домой через 77 лет. Останки солдата Великой Отечественной войны сегодня передали его родным. Но Рудина Бодреддинова, которого 41-го года считали пропавшим без вести, поисковики нашли под Ленинградом. Как погиб защитник Родины и сколько наших земляков до сих пор лежат на полях сражений, расскажет Лена Зинатольевна. Здесь осколки, которые его убили. Это находилось в его теле. 10-копеечная монета. Монета, пара ампула мячного спирта и смертный медальон с личными данными. На Рудин Бодреддинов, деревня Муралей, Арский район ТАССР. Так и разыскали родных. Его личные вещи. Внучка деда никогда не видела. 32-летний На Рудин Бодреддинов ушел из Арского райвоенкомата в 41-м. Дальше никаких вестей. Никакой похоронки. Догадки были разные, потому что без вести пропал и все. Вот слава богу, поисковики его нашли. Земной им поклон. Нашли и рассказали, что уже случилось с солдатом. Вручают сегодня и награду. Копию медали за оборону Ленинграда. Останки бойца нашли в 30 километрах от блокадного города. Он погиб в бою. Его нашли на Невском пятачке. Практически на передней линии. То есть он шел в атаку, скорее всего. И был вид осколками снаряда. За прошлый год в Татарстан вернули четверых наших земляков. Нынешний поисковый сезон только начался и Нурудин Батридинов первый. Сотни солдат еще лежат на полях сражений. В этом году было поднято уже, по предварительным данным, 395 человек, бойцов, которые погибли в годы войны. У нас из Татарстана выезжало 38 поисковых отрядов. От Волгограда до Карелии. Похоронят Нурудина Батридинова в деревне Мурали. Рядом с женой, которую он больше так и не обнял. Лина Визнатольевна, Марацид Гараев, ТНВ, Казань. К другим новостям. Гигантский чак-чак и два экрана для трансляции вместо одного. Это немного из того, что будет отличать фестиваль болельщиков в Казани от празднований в других городах. Где будут танцы день и ночь, расскажет Рамиль Шайдулин. У нас механических изделий и магнитов не будет. Только ручная работа, только традиционные мотивы. К предстоящему фестивалю болельщиков мастера из Татарстана доделывают последние сувениры, фигурки по типу этих, кукол с юмбике, изделия из фарфора или кожи. Порядка 35-40 наименованиями, которые утвердил нам ФИФА. И, конечно, мы представим самые лучшие изделия, самых лучших мастеров. Семь торговых павильонов у центра семьи Казан. На плане видно, где и как вскоре развернется фестиваль болельщиков. С 14 июня по 15 июля. Месяц выставок и выступлений молодежных групп и государственных оркестров. Сегодня к фейн-зоне пока не пройти, просто потому, что здесь кипят работы, но уже собраны основные металлокаркасные конструкции. Так что самая большая будет входной зоной и дальше сцены. А ближайшая к Казанке 144-метровый экран для трансляций. Главное отличие фестиваля в Казани от других только у чаши экрана будет два. Большой у главной сцены и поменьше в детской зоне и везде. Все матчи покажут бесплатно. Трансляция первого матча начнется 14 июня в 18 часов. В этот день будет матч открытия между сборными России и Саудовской армии. Главное блюдо фестиваля полутора тонны Чак-Чак. Где и как его приготовят тайно, возможно даже здесь. К фестивалю в чаше провели свет и полностью обновили инфраструктуру. Буквально в первой декаде до 8 июня площадка по всем направлениям будет сдана. И уже заедет операционная, начнется операционная деятельность. Попасть сюда будет проще, чем на матчи. Фанаты обойдутся без паспортов болельщика. Но проверка на входе будет на охрану. Порядка 800 полицейских. Рамиль Шайдулин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Матрешка-шалунья, любительница футбола. Фотосувенирные игрушки со свистком во рту, которую продавали в Казани к чемпионату, взорвало интернет. Люди засомневались. А свисток ли это? Игрушку с начинкой изучила Лина Зинатулина. Красиво. С юмором. А что это такое красное? Тем же вопросом задались и тысячи интернет-пользователей. Узнать в предмете, который находится во рту традиционной русской игрушки свисток, получается не у каждого. Такие матрешки продавались и в Казанском аэропорту. Это, наверное, что-то типа вот какой-то вот дудочки. Вот они дудят. Свисток. Да. Свисток болельщика. Ну, это, в общем, надо быть, скажем, очень искушенным болельщиком, чтобы сразу понять это. Думаю, это не надо говорить на камеру, на что это похоже, но это исключительно в моем понимании. Открытый рот, широко раскрытые глаза. Ну, как бы тут тревожность от матрешки-то идет. То есть надо как-то их и корректировать, вашу матрешку. Фаллическая у вас фигура. И фаллическая фигура. А вот у Лейлы Фазлеевой и Дамира Фатахова при виде такой матрешки сомнений не возникло. Среди символов предстоящего чемпионата на полках казанских магазинов скандальных матрешек еще нет. А в Казанском аэропорту уже нет. Мелкую партию раскупили сразу. Заказать нашумевший сувенир можно сейчас только в интернете. У нас матрешек как раз в Сусковом никогда и не было. В принципе, мы не хотим заказывать, так как они нас совершенно не нравятся. В компании, которая запустила сувенир в производство, такого ажиотажа не ожидали. И эскиз принадлежит художнику Аркадию Шаинову. Как говорит московский бизнесмен Виктор Лунев, во всем виноват ракурс. В живую она, конечно, видно, что свисток, грани просвидев, когда фотографируешь, там же блики идут. Поэтому кажется, что она более округлой формы. Если говорить, что мы что-то преследовали, нет. Это уже, знаете, весь интернет уже порнография забита. Поэтому нельзя. Это должно быть не пошло, а красиво. Ну а то, что в интернете написали. Сейчас в работе уже вторая партия сувениров. Отбоя от заказов нет. Спрос рождает предложение. Алина Зинатульна, Лишат Мухаммедов, ТНВ, Казань. Билеты на Мундиаль практически распроданы. Чем и пытаются воспользоваться предприимчивые граждане. Предлагают билеты через сайты втридорога. При этом никаких гарантий. Заплатить миллион и не попасть на футбол. Чтобы такого не было, инструкцию подготовил Салават Мухаммадуллин. Главный билетный центр, приятный незнакомец, возможный лояльный спекулянт или интернет-форум. Нет, нет и еще раз нет. Билеты на матчи чемпионата мира по футболу можно купить только на официальном сайте FIFA. Для начала стоит взглянуть на наличие билетов на том же сайте. Следующий этап – стоимость. Именно столько стоят билеты на Игры Мундиаля. Не больше, не меньше. Если же вы рискнули и обратились к спекулянтам, то, скорее всего, на билете будет написана не ваша фамилия. В этом случае к вам могут возникнуть вопросы в центре выдачи паспорта болельщика. Во время матчей Мундиаля на стадионе билеты будут проверяться по специальному чипу и штрих-коду. Ваши данные в паспорте болельщика и в системе FIFA должны совпадать. Иначе штраф и недопуск на арену. Стоит ли так рисковать? Решайте вам. Официальные билеты еще есть в продаже. Словат Мухаммадолин, Амирзаля, Шафтай, НВ, Казань. Казань станет столицей исторического театра. Старинные улочки, новые герои, яркие постановки – все это ожидает казанцев уже в конце мая. В столице начинается проект «Город артподготовка». О секретах четырех спектаклей, о том, кто в этот раз стал их участниками, расскажет Алина Мусина. Да с медом сохрани мы. А то тебе уже все праздники еще. Впервые лаборатория артподготовка прошла в мае 2014-го. Уже тогда было очевидно проект с продолжением. Здесь он проходит уже в пятый раз. В этом году наш любимый город – Казань. Нам было важно поразмышлять, подумать о нашей истории, о наших особенностях, о наших радостях, о наших печалях. Город как раз и интересен малоизвестными достопримечательностями, но не только экскурсиями, но и языком сцены и театра. Люди с каждым годом становятся все более активными и стараются принимать участие, формулировать то, что сейчас важно. Новое в этом году. У каждого эскиза спектакля есть свой куратор. Он предлагает идею постановки и участвует в процессе создания эскиза. Их в этом году будет четыре. И самое удивительное, наверное, что в этом эскизе будут работать и студенты вместе с артистами. И это, наверное, такой мощный опыт и для меня, и для них. Потому что есть чем учиться у каждого. Насладиться искусством можно будет с 27 по 30 мая. Все показы бесплатные. Нужно всего лишь пройти регистрацию на сайте проекта. В рамках лаборатории пройдут кинопоказы, концерты, перформансы, актерская читка, пьесы и творческие встречи. Алина Мусина, Ильшат Мухаммедов, ТНВ, Казань. Устрашающие динозавры, кривые зеркала и веселые мультяшки. В торговом центре «Южный» открылось сразу две выставки. Рев динозавров, пенни и цикад, проекция растений. Это не декорация к фантастическому фильму. Это настоящая атмосфера мезозойской эры. Стоит приблизиться к экспонатам, и они оживают. Пока немножко испугались. Но, конечно, потрясающее зрелище. Анкилозавр, барионикс, дилофозавр, 30 динозавров и все натуральную величину. Дети много узнают про динозавров. Находят много эмоций, получают впечатлений. Смешарики, миньоны, ослик, я и Винни-Пух из мезозойской эры. В мир сказки хорошего настроения во втором зале. Гостей выставки ждут любимые многие мультяшные герои. Мне нравятся миньоны, и мне не нравится, что они здесь. Очень ярко, и все нам очень нравится. Посетить выставки можно в любой день. Билет для детей до 5 лет бесплатный. Детские 300 рублей, а 13 лет 400. Алина Бережная, Амир Залюшев, ТНВ, Казань. В Японии сакура, а в челнах яблони цветут. Весь город в эти дни погрузился в белое облако. Цветет яблони сибирское. Этот сорт устойчив к холодам. Именно его и выбрали первостроители, чтобы украсить челны и подарить своим детям цветущий город. Верю в майский день. Верю в майский день. Ах, яблони белые, яблони молодые. В твоем саду. В твоем саду. Вечерний эфир продолжит программу «Вызов 112». Сейчас же о спорте, о погоде. А я прощаюсь с вами до вечернего выпуска. Он выйдет 21.30. До встречи. Автоцентр марка «Ниссан» празднует день рождения и объявляет неделю максимальных скидок. Успей забрать свой «Ниссан» на главной распродаже года. Четыре пятерки, три единицы. Либридерм «Сироцин» для тебя. Для меня. От прыщей номер один для меня. Для тебя. Добро пожаловать в семью. Спутниковое телевидение от ноля рублей в месяц. Телекарта. Смотри, не переплачивай. Каждый день ставит перед нами новая задача. КОТОРЫЕ ПОРОЙ КАЖУТСЯ ПРОСТЫМИ Но они сложнее, чем мы думаем, для людей с ограниченными возможностями. Не ограничивайте себя в выборе сотрудников. Коррекция зрения от 15 тысяч рублей за один глаз. Клиника «Кузляр». В клинике «Медел» уникальное лечение головных болей. Теперь таблетки не нужны. В клинике «Медел» уникальное лечение головных болей. Теперь таблетки не нужны. Спешите видеть. Московский цирк Юрия Никулина с новой программой «Браво». Акробаты, эквилибристы, дрессированные животные. Кто-то ее опасается. Для кого-то она становится последней надеждой. Большинство ее даже не замечает. А мы, работая с ней каждый день, знаем точно. Без химии невозможно представить ту жизнь, к которой мы привыкли. С днем химика! Добрый вечер. Время новостей спорт на ТНВ в студии Алмаз Гафиатов. До чемпионата мира по футболу в России остается три недели. Игроки сборной России продолжают подготовку к домашнему мундиалю. Команда отправилась на сборы в Австрию. Для тренировок были вызваны 28 футболистов. В их числе три игрока «Рубина». Это братарь Сослан-Джанаев, защитники Владимир Гранат и Федор Кудряшов. Сначала ребята проходили подготовку в Новогорске, а теперь занимаются в городе Нойштифт. Сборы продлятся до 31 мая. Мы варьируем состав, и чем, наверное, ближе к турниру, тем более определенный будет состав и тренер решит. Трофей спустя 10 лет. Ватерпольный синтез выиграл Суперкубок страны и сражаются за бронзу чемпионата. Сегодня команду в Кремле чествовал президент Рустам Миниханов. Как новый титул сподвигнет ватерполистов на следующее чемпионство, смотрите в нашем сюжете. Вот они, самые радостные мгновения чемпионского матча. Выиграть трофей у непобедимых задача сложная, но синтез долго шел к этому, всегда останавливаясь в шаге от золота. Безусловно, задача победить всегда стояла перед нами. Задача непростая, но к ней нужно стремиться, и мы будем стремиться. И хочется верить, что следующий трофей у нас будет намного раньше, чем через этих, грубо говоря, 8-10 лет. Звание «Заслуженный работник физической культуры» удостоены Николай Максимов, Артем Одинцов и Рустам Насибулин. Врачу команды Алексею Юфимову вручили медаль заслуженного врача республики. Здесь Суперкубок, одна игра, решает все. Ребята собрались, молодцы, выдержали до конца. При счете 12-12 мы добили своего соперника. На примере синтеза воспитываются и юноши. Сейчас почти в каждом районе республики есть детская ватерпольная команда. Сегодня для занятия водным полом в республике созданы прекрасные условия. Функционирует 108 стандартных плавательных бассейнов. Из них 7 50-метровых. Уже в эту субботу синтез постарается завоевать бронзу российского чемпионата. Для этого команде надо выиграть один матч у подмосковного штурма. И в завершение баскетбол. Уникс начал борьбу в плей-офф единой лиги ВТБ. Наш соперник по четверть финала клуб Нижний Новгород. Пара нарисовалась еще в апреле, когда нижегородцы де-факто оформили себе место в плей-офф. В последний раз соперники встречались в Казани, когда хозяева только в овертайме взяли верх. В первой встрече в сезоне в гостях казанцы также отпраздновали успех. Ответный матч запланирован на 26 мая. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на ТНВ. Спонсор выпуска – изготовитель корпусной мебели на заказ Данил Мастер. Вам нужен шкаф-купе? Качественный, недорогой по вашим размерам. Данил Мастер исполнит ваши желания. Успейте заказать в мае со скидкой 20%. Данил Мастер, Казань, Восстание 23, телефон 2-167-166. Ну что ж, а теперь о погоде. В предстоящие сутки температурный фон Республики существенно не изменится, но ожидаются осадки. По данным сервиса Яндекс.Погода на юго-востоке Татарстана пройдут дожди. Температура воздуха составит плюс 24 градуса. На северо-востоке Республики плюс 23, пасмурно и дождливо. На севере Татарстана ожидаются дожди. Там температура воздуха составит до 24 градусов тепла. На север-западе облачно, но осадки не ожидаются и плюс 24 градуса. На юго-западе Республики пройдут дожди. Там температура воздуха составит плюс 23 градуса. В центре Татарстана дождь и плюс 24. В последующие сутки температура в Республике заметно понизится. В выставке «Мир динозавров и веселые мультяшки» открылись в ТРЦ Южный по адресу Казань, проспект Победа, 91, первый этаж. В выставке работают с 10 до 22 часов без выходных. Это здорово и жутко. Они двигаются, пугают. Динозавры – это круто. Динозавры впечатляют. Приходите на выставку «Мир динозавров» в ТРЦ Южный. В России привыкли, что настоящее лечение возможно только за пределами нашей страны. Специалисты доктора с этим не согласны. Сейчас самые сложные заболевания можно лечить и на родине. За время работы наших центров более 10 тысяч человек избавилось от операции. Более 20 тысяч человек мы избавили от боли. Приходите к нам. Убедитесь, что вернуться к полноценной жизни – это просто. В Казани открылся Центр лечения заболеваний позвоночника и суставов клиника «Доктор Осна Ямашева-11». Не терпите боль. Вернуться к полноценной жизни – это просто. В Казани будет пасмурно, ожидается дождь и до 24 градусов тепла. Ветер западный – умеренный. Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха – 57%. Магнитное поле Земли – спокойное. На этом наш выпуск завершен. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания.